Итак, Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, как Центробанк планирует тестировать новую форму денег, когда мы сможем расплачиваться цифровым рублем в магазинах и насколько защищены такие средства от хакерских атак или от простого сбоя в системе. Поговорим с Константином Ордовым, директором Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин Васильевич, для начала расскажите о том, как планируется тестировать цифровой рубль. Понятно, что сейчас не появятся кошельки у всего населения. Это будут тестировать кредитные организации, пилотный проект. Что будут тестировать? Да, в настоящее время надо сказать, что уже пилотные проекты действительно начались. Так называемая финансовая песочница, где цифровой рубль на отдельных банковских продуктах опробуется. И дальше, больше того, уже активно банки ведут разработки цифровых платформ, интегрируя в них цифровой рубль. Поэтому пилот уже, можно сказать, подходит к концу. И уже в этом году вполне вероятно будет цифровой рубль предложен и физическим лицам. И постепенно цифровой рубль будет, я думаю, становиться гораздо более популярным, чем наличные и электронные деньги. Константин Васильевич, а можем прямо от печки, что называется, начать? Потому что не все зрители, честно говоря, понимают разницу условно. Мы все уже давно пользуемся банковскими картами. Это вроде как не наличка, тоже какой-то цифровой безналичный рубль. В чем отличие безналичных платежей от оплаты каких-либо услуг цифровым рублем? Что такое цифровой рубль, где он будет храниться, как им можно будет воспользоваться? Да, здесь для нас, как потребителей, несмотря на то, что цифровой рубль теперь преподносится как третья форма денег национальных наших, и мы видим это в неком таком общем русле разработки национальных цифровых валют. Это юань, да, и это еще страны, которые в достаточно высокой степени проработки. И мы здесь тоже пионеры. Для пользователя принципиальных отличий от электронных денег, то есть банковские карты, не будет. Больше того, по крайней мере на начальном этапе операторам взаимодействия цифрового рубля и нас, как физических лиц, это будут все равно банки. Поэтому вначале они сильно, банки и кредитные организации, переживали, что цифровой рубль может весь хлеб у них забрать. Но сейчас мы видим, что и центральный банк не готов к каким-то радикальным изменениям, исключая банки из финансовых транзакций. Так что в этом смысле тоже для нас привычное открытие счета, перевод через расчетный счет банка. Но единственное, сам цифровой рубль будет храниться на серверах центрального банка. И это дает большей гибкости для нас, как потребителей финансовых услуг, с точки зрения использования цифрового рубля через различные банки. Это будет уже заметно проще. Это, может быть, отчасти, знаете, можно сравнить с отменой телефонного рабства, который у нас был, когда сим-карта, номер телефона привязан к оператору и никуда не уйдешь. А теперь, оказывается, можно выбирать. Вот это появятся дополнительные определенные преимущества у граждан. Хотя, де-факто, вот так их почувствовать мы на себе разницу между цифровым и электронным рублем мы не почувствуем. Но у государства появится больше контроля за тем, где мы каждый этот рубль применяем, куда используем. Говорят, что здорово точно убедиться государству, что какие-то бюджетные деньги пошли на нужные цели. Например, это исключит какой-то их отток не туда. Но, опять же, у нас по таким средним оценкам до 25-35% ВВП, это доля неформальной экономики России, 15-20 миллионов человек, по-моему, которые, возможно, получают зарплату в конверте, ну или в каких-либо определенных пропорциях, схемах. И не секрет, что для многих семей в регионах возможность подработать, не уплачивая налоги, это способ для выживания. И как? Смотрите, ну здесь действительно, с одной стороны, цифровой рубль открывает ящик Пандоры, как мы уже сказали, такого непредсказуемого влияния на банковский сектор, на всю финансовую систему в целом, предоставляя новые возможности. С другой стороны, конечно же, мы понимаем, что действительно дополнительная прозрачность, которая появится у регулятора, у Центрального банка, у государства, это и в том числе целевое использование, и некое противодействие мошенническим схемам, потому что уже не убежишь с этими деньгами, и будет каждый рубль, по сути, иметь свой уникальный маркер, и можно будет всегда это найти и определить. А проблема действительно, и паника может настать у людей, которые не платят либо полностью налоги, либо в принципе в серой зоне находятся, и для них наступят непростые дни. Единственное, что должно, может быть, нас немного охладить от завышенных ожиданий того, что с завтрашнего дня образно серый сектор экономики будет побежден, это то, что все равно сохраняются и наличные деньги, и электронные деньги, появляется третья форма денег. И вот вполне вероятно, приверженцы этой третьей формы, это будут самые прозрачные налогоплательщики, это люди, которые действительно не боятся вот некой такой прозрачности, потому что у нас где-то на уровне ген, мне кажется, такая закрытость присутствует, нам публичность противопоказана почему-то, хотя на самом деле мы понимаем, что эта информация, конечно, не должна быть публично для неограниченного круга лиц, но для того, чтобы не у госорганов не появлялись к вам вопросы, для того, чтобы различного робота пособия и помощь со стороны государства, социальная, имела целевой характер, какая-то публичность должна для нас, естественно, быть неотъемлемой частью жизни, уже становиться. Мы живем в таком цифровом мире, где мы все на виду, и здесь как раз цифровой рубль открывает для тех, кто не испытывает дискомфорта, новые, по сути, способы управления и собственными финансами, и финансами на уровне государства. И безопасность финансовая также гораздо будет выше, чем она на сегодняшний день у нас. А еще мы, кстати, можем проговорить и то, что цифровой рубль, интегрируясь в экосистему, упрощает наше взаимодействие в рамках вообще без какого-либо ограничения из услуг, которые предоставляются на сегодняшний день с использованием интернета в частности. И это, естественно, для нас шаг вперед в рамках международных финансовых транзакций. Там, где в настоящее время мы наблюдаем некие ограничения с долларом, с евро, да и, в принципе, это устаревшие SWIFT и все прочие технологии. То есть цифровой рубль в этом отношении делает целый гигантский шаг вперед с точки зрения преодоления всех этих проблем, санкций и прочих ограничений. Безусловно, мы, знаете, как злой и добрый полицейский, а еще мы делаем шаг навстречу мошенникам, потому что чем больше наличности у нас где-то в цифровой среде, тем больше эта система взломать, похитить, убедить, перевести не туда и так далее. Насколько государство готово защищать наши деньги? Есть ли у него для этого силы, средства, ресурсы, возможности? А здесь мы с вами не должны мыслить стереотипами прошлого. Здесь на самом деле речь идет о том, что если будет, пока мы до конца не понимаем, насколько глубоко современные технологии, в частности блокчейн, будет использован со стороны Центрального банка, но, насколько я знаю, именно принципы блокчейн-технологии заложены, они гарантируют сохранность средств. То есть здесь, конечно же, могут украсть у вас пароли, коды, либо еще какую-то идентифицирующую информацию, но в этом случае, в отличие от тех мошеннических действий, которые сегодня происходят с электронными деньгами, цифровой рубль, он предельно прозрачен, он отмаркирован и, по сути, конечный бенефициар всегда будет очевиден, виден. То есть здесь гораздо на порядок упрощается сама система борьбы с мошенничеством. Так что, мне кажется, этот цифровой след, который будет оставаться, его уже никаким образом невозможно будет скрыть, и безопасность гораздо будет выше, чем сегодня с использованием цифрового рубля. Хорошо. Один из прогнозов Центробанка. Регулятор считает, что появление цифрового рубля приведет к росту ставок по банковским счетам, на которых хранятся безналичные деньги. Якобы банкам придется это сделать, чтобы предотвратить излишний переток денег в цифровую рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах. Как вы относитесь к этому? Пойдут ли на это банки? Можно будет рассчитывать на неплохой процент по вкладу? Да, вот. Вот этот способ вполне, мне кажется, работающий, который может наконец-то сделать банки не такими жадными, не такими корыстными. Вот. И поэтому, естественно, в неком таком соревновании конкуренции с цифровым рублем, который будет давать определенные преимущества с точки зрения использования, с точки зрения простоты, надежности, банки, конечно же, вступят в конкуренцию с цифровым рублем и, скорее всего, будут вынуждены повышать ставки по депозитам. Главное, чтобы это не было для них соблазном повышать ставки и по кредитам заодно. Вот. И здесь другая оценка уже от экспертов, аналитиков. Российские банки могут потерять от внедрения цифрового рубля до 250 миллиардов рублей за 5 лет. И, соответственно, потеряют здесь, потеряют еще и потому, что больше нам заплатят в виде повышенных процентов по вкладам. Как-то слабо верится. Кажется, что точно захотят больше заработать на других услугах каких-то для нас. Ну, пока я вот от жалости к банкам не заплакал. И больше того, мы с вами видим, что за первые полгода у нас, по сути, самая, наверное, успешная отрасль в России – это банковская. А банки еще и пользуются повышенной заботой со стороны Центрального банка, который и предоставляет ликвидность, и все время следит за их состоянием, температурой и всеми прочими атрибутами. Так что, мне кажется, банки вполне накопили жирок, которым могут поделиться. А цифровой рубль открывает перед нами неограниченные просторы, на самом деле, использования современных цифровых платформ, в том числе и в государственных услугах. Это лишь первый шаг. И мы дальше можем с вами, например, заговорить о том, что цифровой рубль, скорее всего, вынудит нас с вами провести налоговую реформу. Да, и вот эти все, кто сегодня в серой зоне, если им сделать налог, а мы видели самозанятые, да, этот эксперимент, там, 3-5%, то с использованием цифрового рубля очень многие захотят выйти из этой серой зоны. И это будет достаточно просто. А банки, ну, в настоящее время, мне кажется, могут и потерять, но при этом явно для них эта ситуация не критическая. Константин Васильевич. А вот с точки зрения эффективности банковского сектора, вот для нашей российской экономики ситуация очень критическая, когда высокие ставки по кредитам и низкие ставки по депозитам. И буквально 10 секунд ваш прогноз, когда мы сможем пользоваться цифровыми рублями. Мы население. Мне хочется верить, что в четвертом квартале этого года мы уже с вами, желающие, смогут в этом эксперименте поучаствовать. Спасибо, Константин. Физические лица. Да, я поняла. Спасибо. Константин Ордов, директор высшей школы финансов Российского экономического университета имени Полиханова. Через пару минут будем говорить о том, какие меры по улучшению демографической ситуации в стране работают, а какие нет. Расскажем о предложениях правительства и об идеях в Госдуме. Не переключайтесь.